ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Их трактуют разные исследователи по-разному. Одни считают, что нравственность – это такое явление социальное больше, это внешние нормы, которые требуется соблюдать, а мораль – это то, что проникло уже внутрь. Это уже те нормы, которые стали внутренними нормами самого человека. И есть прямо противоположная трактовка, что есть якобы некое моральное установление, которое проглашается или объявляется, или устанавливается, а есть внутренние нравственные нормы. Ну вот, так сказать, за что-то зацепиться такое прочное и однозначно этот вопрос решить, вот мне, по крайней мере, не удалось. Поэтому я думаю, что тут тот самый случай, когда мы можем, так сказать, понимать, о чём идёт речь, но, если что, с точностью до наоборот. То есть с точностью до наоборот, то есть понятия могут меняться этими местами. Но и в том, и в другом случае речь это о чём? О том, что в отличие от правовых норм, которые мы рассматривали на простом занятии, право – это что такое было? Это те нормы, которые устанавливаются господствующим классом. И устанавливаются с тем, чтобы держать в узде подчинённые классы. И если говорить это очень кратко, то что такое право? Это… И тут могучий хор сразу провозгласил. Что? Вот. В лице одного товарища этот хор провозгласил, что это возведённый закон воля господствующего класса. И это замечательное определение и выражение, которое позволяет нам очень легко ориентироваться в таких вопросах, как вопросы права. В том числе и в современном мире, и в современную Россию вам нужно выиграть в суде, к примеру. Бывает такая ситуация? Суд – это инструмент какой? Какого класса? Правящего. А вы, значит, защищаете интересы трудящихся, к примеру. Значит, можно выиграть? Можно. Во-первых, потому что суд же должен изображать беспристрастность. Правда? А чтобы изображать беспристрастность, надо давать время от времени таким товарищам, как вы выигрываете. Правильно? Правильно. Но раз так, так надо этим время от времени и пользоваться. Это раз. Во-вторых, человек, который это понимает, что это орган, который, в общем-то, преследует определённые классовые цели, он так сделан, что формально-то никто не подыгрывает другой стороне. А по существу, без всякого подыгрывания, суд стоит на другой стороне во многом. И поэтому здесь надо понимать, что если вы участвуете в каком-нибудь процессе, то как бы вот вы играете в волейбол, а в другой стороне подкидываете четыре лишних мяча. С каким счётом вам надо выиграть, чтобы вы победили? Ну, если, скажем, вы забьёте 8-2, будете вести в счёте, четыре гола прибавить в другой стороне, а сейчас с счётом 8-6 вы выиграете. Значит, поэтому, если человек это понимает, он, соответственно, должен и готовиться. Вот у меня такой опыт есть, достаточно большой. Выигрывание судов. Мне пришлось как руководителю газеты «Народная правда» судиться с комитетом по печати нашим. И мы у него все дела выиграли. Но выиграли, потому что не очень встраивались в обычный режим проведения судебного заседания. Вот как вы думаете, с чего начинается судебное заседание? Кто-нибудь знает? То есть надо не приходить и не сидеть и ждать, что вам решат. А сразу готовиться к тому, где вам надо и как что решить, чтобы суд уже не мог в другую сторону перерешать. С чего начинается судебное заседание? Кто-нибудь знает? А? Приветствую. Кто приветствует кого? Судью приветствует аудиторию. А как она приветствует её? Судья. Правильно. Да, суд идёт, все встают. А судья что начинает? Первая его фраза о чём? А что же он? Не помните? Не помните, потому что надо готовиться к этому. А первая будет фраза вот такая, что суд ведёт такой-то, судья. И при секретаре каком-то. Доверяете ли вы составу суда? Чего вы киваете? А чего вы киваете? Чего вы мне доверяете? К чего вы взяли, что нужно мне доверять? Вот это тот случай, когда иногда нужно говорить, нет, не доверяю. Что должен сделать тогда судья? Ну, надо объяснить, почему не доверяешь. Вот у меня такая была ситуация, когда передавали дело от одного судья к другому, от другого к третьему. И в итоге получилось так, что объясняли это тем, что очень загружен судья. И новому передали. А новое, которое передали, нас поддержало два часа. И на двери не написано хоть какое-нибудь примерное расписание с интервалом, вот, полчаса. Когда? Ничего сидишь и не знаешь, что будет, не будет, что будет. Поэтому я уже сказал, что не, не доверяем. Ну, так, не, говорю, лично вам-то доверяем. Но как к суде не доверяем. Потому что вам сказали, что вот тут вам передали наше дело, потому что вы самые незагруженные. Но судя по тому, как у вас все организовано, вы самые загруженные. Что должна делать судья, согласно процессуальному кодексу? Это нормы уже введения дел. Она должна остановить заседание, перерыв сделать. После этого перерыва она должна пойти в комнату совещательную. Но эта совещательная комната называется так, потому что раньше было три слена суда. Судья, избираемый населением, народный судья. И два заседателя. Судья, которые коллективами выдвигались. Они не специалисты в судебном деле, но их голоса такие же. Судья мог растолковывать нормы законов, а они смотрели так, чтобы эти интересы не были ущемлены трудящихся. Но сейчас один человек, он идет в совещательную комнату совещаться с кем? С самим собой. По итогу он должен писать письменный документ, в котором изложить, что вот он не согласен. Или она не согласна с тем, что ей не доверяют. Потому что у нее нет родственных отношений, с другой стороны, раз. Что она не получала денег, а с другой стороны, два. Ну и так далее. Объяснить, почему ей надо доверять. Вот она объяснит, после этого подъема идет уже процесс, потом идет хорошо. Уже спокойно так идет, очень хорошо реагирует на все. Слушает, не перебивает и так далее. Второе. Некоторые товарищи, придя на заседание суда, думают, что они пришли не на бой, который здесь, так сказать, идет. И не с пониманием того, что это орган государственный, который обеспечивает, так сказать, интересы определенного класса. А они думают, что они решили тут вот с вам все тут рассудить по справедливости. А справедливость есть при капитализме? А при социализме? Тоже нет. Ну, молодец, он все знает. Прямо так, как шпарит прямо по государству революции. Там Ленин пишет, что справедливость и равенство. Первая фаза коммунизма. Дать не может. Неравенство остается, неравенство несправедливое. Там вот одно много детей, другого мало детей, а получает одинаково по труду. Вот один здоровый, другой больной. И тоже все по труду. Поэтому справедливости нету в первой фазе. Если нет при социализме, с чего вы ходите при капитализме справедливости? Поэтому должен человек понимать, что он пришел, но справедливость ему тут не видать. Так ты не хлопай ушами и не лови мух, а действуй. Вот спрашивают, есть ли в начале, до начала заседания какие-нибудь заявления, ходатайства, просьбы? Ну, вот я понял, у вас нет ни заявлений, ни ходатайства, ни просьбы. Вы доверяете, и все. У меня всегда было много-много ходатайств. Ну, максимально 17 разных. И вот, поскольку это особенно важно, когда выступил не истец, а ответчик. А если вы ответчик, то первым будет начинать истец. И он сидит на старте и ждет, когда он выступит. А пока он сидит и ждет, когда он выступит, я 17 раз его прополоскаю. Ну, кратко, конечно, если я говорю, вот мне такое заявление прошу приобщить, вот такое обращение прошу. И при каждом я выдаю обязательно экземпляр кому? В суде, в другой стороне, судья спрашивает, можно приобщить или нельзя приобщить? Он иногда говорит, можно, иногда нельзя. А в протокол-то все равно идет. Можете и не приобщать, все равно прозвучало. Все, что я сказал про другую сторону, уже прозвучало. Ну и так далее. И вот пока он ждет, когда начнется заседание суда, она давно уже идет. Так, а сколько у вас будет доверенных лиц? У вас два, а у меня было семь. А сколько я могу? Сколько хочу? Зачем два-то? Я знал, что у вас будет два, поэтому у меня семь. А семь? А почему я не могу дать? Я вам даю доверенность, вам, вам, вам. Ему особенно даю доверенность. И вот мы семь человек приходим, и вот ваши два выступят, а наши еще вот. Наши семь выступят, я восьмой. В конце еще и жирную точку поставлю. И все мы про вас скажем, что думаем. А в протоколе, когда будут смотреть протокол, там ваших будет выступление вот, а наших вот. Это на случай, если кто-то будет пересматривать решение. Скажет, так вот же материал-то все, понятно какой. Ну и так далее. Готовить надо письма на некоторые документы, зачитывать их. Скажем, в арбитражном деле можно зачитывать, обязаны выслушать целиком. Ну, я зачитываю, судья пытается перебить. Я говорю, а у нас вроде в таком пункте написано, что я вот имею право зачитать. А можно я воспользуюсь своим правом? Она так подумала, говорит, ну, можно, конечно. А как она может не дать мне воспользоваться правом? А я там все написал, что надо. Поэтому, если вы приходите и с пониманием того, что такое суд, так надо и действовать с пониманием того, что такое суд. Он защищает право. А право – это возведенный в закон воля господствующего класса. А что касается таких рассуждений, как там права человека, по поводу этого еще и товарищ Чернышевский сказал, что каждый может есть на золотом блюде, если оно у него есть. Поэтому это вот абстрактное проглашение прав. Это пустая декларация, за которой ничего не стоит. У вас есть право на жилье? А жилье? Ну, хорошо, что у вас жилье есть. А так бы осталось бы право, а жилье – нет. Это было бы плохо. Правда? У бомжа есть право на жилье? Есть. А жилье? Нет. Так, ну, это все право. То есть право – это такие нормы, которые защищаются чем? Силой государства. Государство есть как раз машина, организация классового насилия, которая защищает нормы. А вот есть такие нормы поведения общественного, которые не являются правовыми. А раз они не являются правовыми, то они не защищаются государственной силой. Не защищаются. А чем защищаются? Ничем? Ну, чем защищаются нормы? Вот те нормы. Ну, чем они, моральные, нравственные нормы, чем защищаются? Вот будем брать, нравственными считать, вот я, скажем, стою на такой точке зрения, что нравственность – это вот, так сказать, некие нравственные нормы устанавливаются обществом, они публичные и находятся, так сказать, являются внешними в отношении к человеку. А дальше мы ждем, когда это все проникнет к нему внутрь и станет его моральной установкой. Чем общество воздействует на людей? Чем оно воздействует? Чтобы они соблюдали эти нравственные нормы? Силой НИИ. Закон. А? Закон. Закон. Закон – это норма, которая защищается силой государства. Вы что, хватит размахивать кулаками? Да моральные, это нравственные нормы. Чем? Обязательно порицаем. Вы только порицаем. Вы что, только ругаете всех? Вы похвалили бы. Вот я похвалили человека, это разве плохо? Что вам? Обязательно я должен сказать. А вот все остальные, кто это не сказал, вы как вам не стыдно. А, ну я так не делаю. Не обязательно порицаем. Ну, поощрением. Вообще общественным мнением. Правильно? Общественное мнение. Общественное мнение, оно что-то порицает, а что-то осуждает. А что-то, за что-то оно осуждает людей, а за что-то оно одобряет, хвалит, поддерживает. Превозносит даже, да? Вот этот человек молодец, сделал хорошо. Это разве мало? Моральное поощрение, да? Или нравственное поощрение. Это очень здорово. Ну вот. Вот этим очень сильно отличаются нормы нравственности, или нравственные нормы от установлений государственных, то есть от права. Никакой силой государства они не защищаются, а классовыми являются они, эти нормы, или нет? Ну да. Ну да, правильно. Почему? Потому что с позиции одного класса это хорошо? Да, правильно. Вот если я Абрамович, то то, что у меня подводная лодка есть, это же хорошо. Ну представляете, вдруг, если что, я под воду выйду. И вертолет у меня есть. А при чем это морально? Как при чем? Вот вы на меня смотрите, а у меня вот есть подводная лодка, яхта. Я хлоп купил в Англии. А у нас люди некоторые впроглость живут. 19 миллионов человек в России получают доходы меньше прожиточного минимума, как сообщила нам статистика недавно в российской газете. 19 миллионов человек. Что такое меньше прожиточного минимума? Надо объяснять? Нет. Так а в чем здесь морально? Морально, если это же просто достаток человека, и он как бы... Ну, в чем здесь морально не успеет? Да вот это вот. Вот мораль Абрамовича, что он тут ни при чем. Он просто успешный, а все остальные вот эти 19 миллионов, они неуспешные, они приговорены к смерти. Что такое? Вы сказали да. Что значит да? Если меньше прожиточного минимума, какова судьба этих людей? 19 миллионов. А что он такого сделал-то? Он как не виноват? А что он сделал такого, чтобы получать такие деньги? Он что, не создал такое великое, а? Ну, что создало Абрамович-то, скажи себе. Нет. Как нет? Я очень виноват, что у других людей мало... Вот он и считает, что он не виноват. А я вот считаю, что он виноват. А вы считаете, что он не виноват. Вот вы правильно сказали, две морали, две нравственности. Одни считают, это вот мораль Абрамовича, мораль Потанина и нравственность Потанина. Поэтому вот когда народ бедствует в нищете, и люди вымирают, и собирают по крохам на больных детей, которые умрут, если они не получат дополнительных денег, потому что все платные, все серьезные операции, все платные, для тех людей, кто имеет большие деньги, а имеют они... Как объяснить? Как они их имеют? Вот вы слышали, Владимир Владимирович говорил, что надо, что у нас, если пять лет назад отсчитать, то дальше амнистия капиталов. Слышали, нет? Не слышали? Считается, что государство не выясняет, как получены эти вот средства, как получены эти деньги. Вот последние пять лет, ну тут сейчас контроль, если что, мы вас раз и в суд. А вот пять лет назад, и там мы не спрашиваем. Вот как раз Абрамович и другие деятели, некоторые, которые побывали в тюрьме, а те, которые не побывали в тюрьме, они получили эти самые богатства. Каким путем? На стройке работали? Сверхурочно? Или они захватили большой жирный кусок общественной собственности, общенародного достояния и присвоили его себе? Так? Так. Но это было первоначальное накопление. Сейчас государство настроено... Это чье государство? Буржуазное. Она говорит, ну это давайте не будем выяснять. Примерно как вы. Как он там получил? Зачем выяснять? Есть у человека деньги? И все. А пять лет назад вот там можно сказать, да, было не совсем хорошо. Ну давайте амнистию сделаем. А что такое амнистия? Кто скажет? Амнистия. Это что? А? От чего? От наказания. Вот. Освобождение от наказания. Не полностью ответ. По нереабилитирующим обстоятельствам. Никаких обстоятельств реабилитирующих нет. Преступление совершено. А просто вот преступников освободили от ответственности. И говорится это про капитал. Как будто капитал может быть преступник. И были, помните, лудзиты. Они пинали машины и разбивали. Это были темные рабочие, которые думали, что в эксплуатации виноваты машины. А теперь как бы уже вроде наше государство считает, что виноваты, оказывается, капитал виноват. Амнистия капиталов. Так амнистия капиталов или капиталистов? На самом деле. Капиталистов, конечно. Капитал-то вы... Как вы можете обвинять там капитал? Капитал – это самая возрастающая стоимость. Это завод и определенные суммы жизненных средств для оплаты рабочим. Как может быть капитал виноватым? Виноватым может быть только капиталист. И вот, поскольку объявлена эта амнистия, отсюда и вот такого рода рассуждения. Я скажу, давайте не будем интересоваться, откуда у вас деньги. И не будем считать деньги в вашем кармане. Вот если в моем кармане мои деньги, то и не надо считать. А если в моем кармане ваши деньги, то как вы считаете, надо считать или не надо считать? То есть деньги-то ваши, а эти лежат в моем кармане. Вы там просто заходите, но вы нам не позволите. А? Вы там просто заходите, но вы нам не позволите. Ну я-то вам не позволю, потому что у меня государство мое. А вы кто такой? У меня суд есть, прокуратура, внутренние войска. А будете выступать? И гвардия у нас есть уже. Что это такое? То есть, вот вопрос. Значит, у вас совершенно был правильный ответ, что нравственности две. С точки зрения эксплуататоров. Эксплуатировать-то хорошо же. Ну как, вот я, у меня будет три острова. На каждом острове будет по четыре замка. Вы поедете, приедете ко мне в гости. Я скажу, это мой студент. А вы нас пригласите? А? Вы нас пригласите? Да, я вас приглашаю. Приезжайте. Только за руку сами оплачивайте. Если вы зайдете ко мне на остров, прямо в замок, я вас накормлю обедом. А дело за пустячком. На свою шикарную стипендию купите билет на самолет до Гавайских островов. Ну а мы с Абрамовичем поедем туда на его яхте. Тем более вы нас так поощрили и сказали, что тут все хорошо. Мы поедем на яхте. А вы уж как хотите, так и доберетесь. Я вас приглашала. А? Не в этом, не в этом смысле. Ну вот скажите сами. Вот подумайте. Вот с моей точки зрения, если... Мне кажется, что как бы здесь не лечит в область, аморально держать у себя какие-то средства, когда у других людей нет денег. Не, не в этом дело. Мы... А как же вы без... Что значит просто держать? Дело в том, что есть трудовые доходы, есть нетрудовые доходы. С точки зрения меня, если я капиталист, держать нетрудовые доходы, получать морально или не морально? Нет, это аморально. Аморально? Неправильно. Если я капиталист, как же аморально? Я только этим и живу. Наоборот. Во-первых, во-первых, наша власть, а не ваша, а вам молчать надо. Это раз. Власть общая. Это вот мы это вам рассказываем, что она общая, но мы-то знаем, что она наша. Нет. Если я... Ну как вы? Власть, это что же? Мы только что с вами рассуждали, только что государство разобрали. Государство, это что? И это организация какого класса? Господствующая. Ну так а что вы там вылезаете теперь? Вы что, господствующий класс? Да. Таких, как вы давить надо. И будем давить. Пока морально. Пока у нас есть? Кто от имени государства здесь выступает? Вы или я? Директоры видели? Так, есть еще выступления? Так, кто будет выступать, запомню на экзамене. Вернемся к этому вопросу. Вот так государство действует. Это же не какие-то нравственные нормы, а прямые и прямо. Кто будет ставить оценку? Вы или я? Ну, поэтому со мной надо дружить. Вот и я чувствую, и вы тоже хотите дружить с правящим классом. Поэтому мне так и выступаете, да? И отвечаете. На всякий случай с правящим классом она хочет дружить. Чтобы он знал, она тут выступает, говорит, вот видите, у нас вот лекции записывались, видите, как я ему возражала? И она ждет, что ей отвалят какую-то сумму, а ей ничего не отвалят все равно. Потому что, знаете почему? Потому что жадный этот правящий класс, жадный. Потому что если бы он был не жадный, он бы не делал стипендию 1480 рублей. Ну, если я был бы, скажем, правящим классом, неужели я бы 1480? Потом эти студенты будут против меня же выступать. Не, я бы им, ну, положил бы хоть 5000. И они бы, как миленькие, так сказать, пропагандировали бы меня. А вы за под дешевки пропагандируете. Чего так под дешевки? Беретесь, отстаиваете интересы. Короче говоря, с позиции эксплуатируемого, эксплуататорского класса присваивать чужой неоплаченный труд. Морально? Аморально. Да, конечно. А с позиции эксплуатируемого класса? Нет. Нет. Аморально. С позиции тех, у кого нет жилья. А у нас, между прочим, страна, в которой у всех было жилье, между прочим. У всех. У нас не то, чтобы тянулись эти самые бомжи с незапамятных времен. У нас у каждого было жилье. А теперь у нас есть бомжи. А есть те, у которых есть такой клуб. 100 квартир. Вы не входите в такой клуб? У кого 100 квартир есть? Вот они собираются, обсуждают. У них очень тяжелая жизнь. Надо все время деньги брать вот с этих, которые живут в этих 100 квартирах. И за такая, такая хлопотная задача, я бы вот, например, вас бы нанял. Сам бы не стал, положил бы вам хорошую сумму денег, я бы пошел на свои Гавайи. А вы бы деньги собирали, а вам, ну, сколько вам надо? Ну, 100 тысяч. Пойдете? В месяц? Нет? Так, соседу тогда приглашу. Ну, не надо. У нас тут есть другие. Выбор у нас богатый. Вот, сказал. 100 тысяч. А он вам даст попробовать, что он ест потом. И надкусить что-нибудь даст. Один раз. То есть, если вот так в лоб поставить вопрос, ну, что нравится нам с точки зрения правящих класса эксплуататоров? Конечно, эксплуатация. Первое, что должен сделать класс эксплуататоров, он должен морально защитить, как бы общественным мнением защитить и распространить его, чтобы даже вот в такой аудитории находились бы защитники этой точки зрения. Правильно? Вот они и находятся. А что? А как еще? Ведь идеология. Мы же с вами разбирали, что идеология господствующего класса является господствующей идеологией. Правильно? Было дело? А раз она является господствующей идеологией, без всякого насилия, просто по телевизору кого больше показывать будут? Тех, кто будет проводить мои интересы или тех, кто будет проводить ваши интересы? Ну, если я господствующий класс, ну, что я там телевидение, что ли, вам отдам? Нет, конечно. Ну, кто будет решать, кто выступает по телевидению? Я или вы? Нет. Ну, вот я и буду решать. Но мы будем прорываться. А вы будете прорываться, а я буду выступать каждый день. А вы будете прорываться, так и не прорвётесь никогда. Почему? Потому что господствующему классу это не надо. Или, может быть, мне надо будет показать, что у меня полная свобода мнения. Вот вам слово я и дам. И потом буду целый год объяснять. Посмотрите, какая у меня демократия. У меня могут выступать представители самых разных взглядов. Вот выступайте и можете про меня говорить всё, что угодно. Вот она против меня говорит всё, что хочет. На моём телевидении. Последний раз. Один раз. Повторить уже и не надо мне повторять, потому что одного человека достаточно, чтобы продемонстрировать, что я толерантно отношусь к представителям других точек зрения. Потому что начинаются выборы, и ваша точка зрения должна утонуть. В море выступлений в мою пользу, а не в вашу. Логично? Ну вот что такое политика? Мы с вами говорили, политика – это классовая борьба за завоевание, удержание, осуществление государственной власти. Вот сейчас идёт и удержание будет. А если идёт и удержание, ну надо вам дать один раз выступить? Надо. Я вообще подумал, да, надо вам дать. Ну и хватит на это. А дальше у нас, вот видите, сколько у нас товарищей, которые будут защищать другую почку зрения. И всё. У вас есть интернет, можете написать комментарии там. К моим роликам и всё. Значит, идите работайте, нечего сидеть бездельничать на занятиях. Если работать, заработайте деньги, купите интернет. Ну вот так рассуждают, товарищи. Не так? Так и рассуждают. У нас свобода. Идите, заработайте, купите. Вот я, Абрамович, заработал, купил яхту, купил клуб в Англии. Ну и купил подводную лодку. А у вас ничего этого нет. Значит, плохо работаете. Вот и всё. Почему, говорят, не получил, можно много заработать, скажите, пожалуйста. Вот с точки зрения эксплуататорского класса заработать можно много. С точки зрения трудящего, заработать много нельзя. И народ так говорит, что от трудов праведных не наживёшь палат каменных. А если каменные палаты, значит, украл. Вот прямо можно подходить и сразу описывать. То есть можно сказать, что надёжным трудом нельзя никак иметь хороший достаток? Хороший можно. А вот столько награбить нельзя. Трудом. Потому что трудом – это вы будете трудиться. На кого вы сейчас будете трудиться? Трудом вы где будете трудиться? Вы будете трудиться на капиталистическом предприятии. Значит, вас будут эксплуатировать. Поэтому как вы собираетесь? Вот вы ко мне придёте, у меня работаете. А я директор завода. И кто больше будет получать? Вы или я? Ну, так а что вы хотите? Вы себе зарплату знаете, какая сейчас в России средняя? Я думаю, 1025. Ну, не надо очернять капиталистическую действительность. 30. Ну, а сколько? 30. Ну, грубо, 30. Ну, вот вы посчитайте, если 30 тысяч получает, в семье, допустим, двое детей, и два человека получает по 30 тысяч, могут они хоть какую-нибудь квартиру когда-нибудь купить? Не могут. Не могут и никогда. Вот я, скажем, получаю больше, чем в среднем по России. Вот у меня по трудовому соглашению 42 тысячи в месяц. И у меня уже дети большие. И внуки уже есть. И дети сами себя содержат. Я их не содержу. Я вам хочу сказать, что даже думать о том, что я смогу когда-нибудь купить квартиру за какие-нибудь полтора миллиона, конечно, даже об этом думать нечего. Откуда они возьмутся-то? Умножайте. Если вы просто... Можно откладывать. Я ее откладываю. Как только отложу, потом приходится забирать, снова тратить. Я все время откладываю и все время потом трачу. Вот каждый раз, как только мне на счет придет зарплата, я сразу ее откладываю себе в карман. И из этого кармана, думаю, он может останется к концу месяца. Ну, зараза, не остается. А надо откладывать в банк под проценты. То есть надо еще этих в банк кормить? Да. Понятно. Есть таких много. Вот чувствуете, кого вы тут пропагандируете? Кого? Кого? Тех банкиров, которые живут за счет того, что люди в банк, откладывают свои деньги, а они на эти деньги дают в кредит. Вот возьмите деньги. Я у нее взял, вам даю кредит. С вас забираю. Какой процент я с вас беру? 15 процентов. Не надо. Я с нее беру. С нее я беру. Я ей кредит даю, когда кредит ей даю. Сколько? 17, да? Сейчас вот 17 предлагает. Ну, а вам? Отдаю. А мне 6 процентов. Вот, а вам 6. Так, 17 минус 6. Ну, здесь я не знаю. Кладу к себе в карман. Сейчас, только что посчитали. Понятно? Ну, это понятно, но все равно не доход будет с этих денег в любом случае. У вас не доход будет с этих денег, а у вас будет меньше съедать инфляции, чем у других. Потому что инфляция в прошлом году съела сколько процентов? Сколько было в прошлом проценте в прошлом году инфляции? 12. 12. Ну, 12 забрали, 7 дали. Считайте. Сколько вы потеряли? 5. Молодец. Ну, вот уже и яснее стало. Так это лучше, чем? Конечно, лучше. Лучше, когда меньше потеряешь, чем когда больше. Ну, значит, вас-то продолжают опускать, а не поднимать. Вот и откладывайте. Так что, значит, первое, что должна сделать господствующий класс, создать такое общественное мнение, что его доходы А – справедливые, Б – справедливые. Б – законные. Ну, закон, наверное, и так законные. Тут даже можно без общественного мнения обойтись. Уже они по закону делаются. И, кроме всего прочего, что он трудится больше, чем вы. Раз он больше получил, чем вы, вывод должен трудящийся сделать. Значит, он больше работал. Ну, я вот думаю, такой надо вывод делать. – Нет. – Как нет? Ну, вот вы что-то непоследовательно себя ведете. Вы какой класс представляете? Мелкобуржуазию я чувствую. То ты туда, то сюда. Вы определитесь вообще, туда или туда приткнуть. Прям гнусь. Ну, я бы, если вот нас ожидал, я бы обязательно объяснял, что раз у меня больше зарплаты, чем у вас, значит, я просто больше дружусь. Вот, например, все преподаватели, они имеют отпуск большой, длительный, так в кодексе написано. Ну, там что-то получается, что-то чуть ли не под 50, 48, наверное, рабочих дней. А рабочие имеют 30 рабочих дней. Это, наверное, потому, что мы больше устаем. Я им не буду рассказывать, потому что у нас студентов нет летом, и нам не с кем, некому преподавать. Пусть думают, что мы просто так много работаем, так устали. Устали мы. Вот у докеров норма на ручном грузе сейчас, остается сейчас, у петербургских докеров, 24 тонна на человека. На ручном грузе 24 тонны. Но я, поскольку я получаю, ну, так, больше среднего, я буду вам доказывать, что у меня труд такой тяжелый, что я должен отдыхать в два раза больше. Устал я, потому что. От вас устал. Да, разнервничался, устал, все, давление поднялось. Мне нужно 30 дней только, чтобы в норму прийти. И все они, и все эти дни должны дыхать, отдыхать, отдыхать. Теперь, значит, это относится к и другим разным поступкам. Вот, скажем, если человек ворует, это хорошо или плохо? Плохо. Плохо. Ну, тут поэтому сразу вступает в дело закон, потому что священное право – это право на частную собственность. Раз вы воруете, это ставит под угрозу частную собственность. Тут беспощадно. Тут трудящиеся вместе с эксплуататорами заедино. Наказывать надо всех воров. И даже целая партия говорит, мы против жуликов и воров. Это что за партия? Поведливая Россия. Но никогда не говорит, кто жулики, кто воры. Если вы против жуликов и воров, покажите хоть одного жулика и одного вора, которого вы разоблачили. Видели, нет? Я тоже не видел никогда. Они как бы намекают, что есть жулики и воры. Ну, как-то так обходит этот вопрос. Вот давайте теперь посмотрим с точки зрения господствующего класса, как надо пресекать коррупцию. Ну, с позицией класса рабочего. Так, нравится, что нужно делать с коррупционерами? С теми, кто, сидя в государственном аппарате, не только они не выполняют государственные какие-то вещи, но и даже своему классу не служат. Как надо с ними поступать? Сажать в тюрьму. Так вот, их сажают в тюрьму. А их вот... Дмитрий Анатольевич-то ведь сказал, что необязательно их сажать в тюрьму. Надо ввести кратность взятки. Вы взяли 12 взяток в течение года. По миллиону. Видите, она не отрицает. Вот видите, все преступники, первое, что делают, говорят, я не брал. Это еще страшнее. Вот. Это я вам научу, как отвечать. Как профессор по кафе экономики и права, что не так надо отвечать. Сейчас закончим эту тему, а я вам научу, как правильно говорить. Так вот, взяли вы 12 взяток по одному миллиону. Поймали вас на одной взятке за февраль. А тут и Дмитрий Анатольевич, он провел уже законом, что не уголовная ответственность к таким, как вы. Зачем? Вот вы хороший человек. Зачем уголовная ответственность? Ну зачем? Ну взял человек взятку. Чего страшного-то? Вот, а кратность взятки, значит, суд вам присудил, суд строгий, справедливый, буржуазный, свой, и присудил вам 5 миллионов отдавать будете. Вы посидели, посчитали, значит, получили вы за год 12 миллионов. 5 пришлось отдать. Как бизнес? 7 остается. Неплохой бизнес, правда? Ну что там эти промышленные капиталисты, которые какие-то создают заводы, нанимают рабочих, мучаются с организацией производства, потом ГОСТы надо соблюдать, потом поставки надо осуществлять, и все, сколько контролирующих инстанций. А тут 12 миллионов получил, 5 отдал, 7 в карман. Красота. Это вот так сейчас и есть. А теперь объясняю, как надо отвечать. Вот вас вызывают к следователю. Вот читайте, я следователь. И если вы думаете, что сейчас будут слушать, нет, что вы сами будете что-нибудь писать, нет. Вот вы должны отвечать на мои вопросы. Я вам задаю вопросы. Так, вы убили 10 человек? Нет, видите, вот. Признаёте, что вы убили 10 человек? Не, не признаёте. Вот все убийцы, они не признают. Но ничего, у нас есть разные средства выяснить это всё, истину. Вот. И нам ваше это признание не обязательно, оно не является аргументом. Вообще, тогда даже хуже. Убили 10 человек и не признаёте. Это совсем. Вот это уже аморально. Ну ладно, убили. Так вы ещё и не признаёте. А что нужно отвечать? Спросите меня, убил ли я 10 человек? Я никого не убивал. А вы что сделали? Говорите, я не признаю. То есть, есть факт, а вы его не признаёте. Вот что вы сказали. Ужас. А что вы на себя-то берёте это всё? Убийство 10 человек. Что значит не признаю? Сама фраза «не признаю» означает, что это есть, но я это не признаю. Вот я вот на вас гляжу, а не признаю, что это на вас гляжу. А я всё равно на вас гляжу. Это раз. А потом, если у вас как-нибудь что-нибудь такое про вас нехорошее сказали, что нужно делать? Сейчас проверяем. Ну раз уж вы со мной стали полемизировать, давайте полемизировать будет. Народ посмотрит. А правильно я понимаю, что всё-таки вы убили 10 человек? Проиграли вы. Проиграли. Знаете, что я бы на вашем месте сказал? Правильно ли я понимаю, Михаил Васильевич, что вы убили 15 человек, и чтобы замести следы, хотите на меня эту ответственность перевалить? А посмотрите, какая фраза. Правильно ли я понимаю? То есть как бы мягкая такая фраза. Вы ничего про меня плохого не утверждаете. Наоборот. Даже хотите выяснить, правильно ли вы понимаете? Может, вы в чём-то не правы? И вы меня спрашиваете, так тихо-тихо, скромно-скромно, как студентка, первого курса. А правильно ли я понимаю, Михаил Васильевич, вы вчера 15 человек зарезали? И чтобы народ об этом помалчивал, вы сами меня хотите в этом убедить. А вы что должны сказать? И дальше что? И дальше вот первый, кто так не скажет, а перед лицом того, что ему наговорят, скажет, нет, он проиграл. Да, проиграл. А надо всегда дальше продолжать. А правильно ли я понимаю? И так далее ещё. Всё. Потому что это такая вот форма наступления. Это мы учат психологи. Таким делам. Чтобы вы не попадали в ловушки. Это раз. Во-вторых, когда закончится наша беседа у следователя, там в конце стоит такая надпись, с моих слов записано верно. Я вам сейчас принесу. Подпишите? Подпишите. Вот она. Всё. Я её упаковал. Как они говорят. А я, значит, что сделал? Я пишу с моих... Тут же зачёркиваю, это с моих слов записано верно. И пишу. С моих слов написано неверно. И дальше пишу то, как было на самом деле. Потому что я имею право любые свои показания, если они неправильно записаны, написать, что неверно, и дать письменно свои показания. Но потом. Сначала я должен отвечать на вопросы, а вот потом уже могу написать. Так, согласно процессуальному кодексу. Так продумано всё. Что сначала ответы на вопросы, а потом вот. Но если этот человек знает, то он уже в ловушку не попадёт. Ну, это мы опять вернулись с вами к государственным нормам. А занимаемся мы сейчас нравственными. Ну, хорошо. Вот отрежены иметь с точки зрения нравственной. Хорошо или нехорошо? С точки зрения нравственной. Смотря по тому, что... А? Смотря по тому, что... Что смотря? Смотря на... На Востоке, я знаю. А вы на Востоке? Вы сейчас на Востоке? Вы сейчас кто? Вы сейчас кто? Вы сейчас на Востоке или на Западе? Вы сейчас в европейской части России. Вас информирую. Раз. Во-вторых, вы студент государственного университета. Вот в нашем университете, как у нас с точки зрения нравственной университета, нравственной иметь три жены? Поскольку мы знаем... Сейчас я вам объясню, почему без нравственной. Во-первых, на Востоке, те, которые имеют три жены, их три жены и содержат. Так, зарплата у нас, я вам уже сказал, 30 тысяч рублей. Значит, вы что хотите, чтобы вас три жены содержали? Не вы содержать будете, а вы вас собирать будете. Да? Эти как таких называют? Альфонсами. Так, а с другой стороны, а у нас проституция есть или нет? С точки зрения нравственности, трудящихся, проституцию надо подавлять. Это осуждать ее, по крайней мере, или не осуждать? А у нас проституция осуждается или приветствуется? Выйдите, выйдите, выйдите на просторы Санкт-Петербурга. Идите по центральным улицам. Что вы прочитаете? Любовь, 24 часа. Вера, Надя, Света, Галя. Это что такое? Это что, не видит никто? А может быть, те, которые на черных машинах ездят очень быстро, на государственных, они так быстро проезжают, что они ничего не могут прочитать. Ну, тогда есть журналы, в которых написано, с картинками, которые бесплатно, между прочим, в этих магазинах раздаются. А что по поводу этого писали? Как вот, скажем, трудовая мораль, что по этому поводу говорит? Трудовая мораль говорит о том, что настоящая любовь может быть только у трудящихся, у кого есть деньги, которые используют для того, чтобы купить, так сказать, себе любовь, в кавычках уже. Это, естественно, трудящимися осуждается. А богатыми людьми приветствуется. И что же, говорит, я за какие-то 200 долларов жену буду будить? Как они рассуждают? Я расскажу вам один эпизод. Едем мы с товарищами в заседание Российского комитета рабочих. И вот едет с нами вместе товарищ французов Николай Павлович, водитель хлебозавода Сестрорецкого. Ну и мы с ними обсуждаем эти вопросы по поводу того, значит, как себя ведут ныне эти хозяева жизни, олигархи, богатые люди, богатство которых они, так сказать, получается, известно каким путем. Путем эксплуатации в любом случае. Или экспроприации фактически. Ну и вот одна женщина, довольно молодая, со второй полки, говорит, а я бы вот хотела бы иметь такого мужа, хотя бы я его и не любила. А ей, товарищ французов рабочий, и объясняет, да, вы были бы женой у него три года, а он вас взял в жены только потому, что вы молодая. А через три года вы не будете такая молодая. Уже будет другая у него жена. И как-то она скисла, эта женщина, потому что, так сказать, ей сказали то, что есть на самом деле. Поэтому, когда Маркс и Энгельс в своё время обвиняли в том, что они за некую свободную любовь, они сказали, нет, мы считаем, что, так сказать, любовь настоящая есть только у трудящихся классов, а там, где решают всё деньги, там всё по-другому. Там, между прочим, есть и брачный договор. Вступая в брак, серьёзные люди, представители господствующего класса заключают брачный договор. Так, завод кому? Вам или мне? Нет, завод мне. Вам? Ну, что-то я должен вам тоже такое вот отвезти, не знаю, что такое будет. Что вам? Ну, ладно, кусок земли большой. Большой кусок земли с садом. И дворец. Ну, дворец. Если что. А так? А мне завод. Потому что завод – это богатство. Ну, и как сейчас заключаются брачные договоры? Нешироко. Потому что смешно заключать брачный договор людям, у которых ничего нету. О чём договор? А вот людям, у которых есть что делить, они такие предусмотрительные. А думают, а вдруг мы поругаемся? А тогда мы раз и в текстик договора и посмотрим, у кого что остаётся. И тут мы так и мирно разойдёмся. и будем дружить. И будем дружить. Теперь вот почему-то приводит такой пример с моральным кодексом строителей коммунизма. Я не знаю, или у меня образование плохое, или память плохая. Я не знаю, источник этого морального кодекса строителей коммунизма. Откуда он взялся? И кто его автор? Вы не слышали про такой кодекс? Якобы был тогда. В позднем социализме, в период, когда, теперь, как мы с вами знаем, шло разрушение социализма и переход социализма в капитализм. В переходный период от капитализма к социализму. От социализма к капитализму. Вот появился такой кодекс, а вот само понятие нравственности, оно совместимо с каким-то кодексом? Нет. Нет, правда? Ну, это моральное сурдение. А тут начнут по строчкам вводить и сказать, вот этой строке вы соответствуете, этой строке вы не соответствуете. Правда? А в жизни никогда полного соответствия не бывает. Раз не бывает полного соответствия, ну, во-первых, не бывает людей без недостатков. Правильно? Если мы нарисуем нарисуем людей только с одними достоинствами, то это получится, это не люди, а это картинки, которых в жизни нет. Есть тут люди без недостатков? Ну, вы-то знаете, что недостатки. Я тоже знаю свои. Не скажу. Вы сразу используете мои недостатки, чтобы на меня напасть. Судя по всему. Поэтому, что касается нравственности, это, ну, такая сфера, раз это сфера, так сказать, отношения, общества к тому, как человек себя ведет. Человек – это общественный человек. Правда? Поэтому он должен понимать, что общество будет реагировать на его поведение. Правильно? Как реагировать? Одобрять или осуждать? Что-то одобрять, что-то осуждать. Без всякого суда. Или это общественный суд. Правда? Или суд общественного мнения. Безусловно. Одни будут одобрять, а другие – осуждать, в зависимости от того, какую позицию они в обществе занимают, какого класса интереса они для себя считают решающими. Или какая идеология у них есть в голове. Потому что идеология, в голове идеология господствующего класса у большинства. Поэтому, конечно, здесь, это все надо учитывать. В связи с этим встает вопрос, а что такое ответственность? Вот говорят, ответственный человек. Что значит ответственный? Он что, отвечать будет или не будет отвечать? Будет, он просто боится, что будет отвечать. Ответственный – тот, который боится, что будет отвечать. А безответственный – тот, который не боится, что будет отвечать. Так? Нет, он будет отвечать за то, что он делает. Перед кем он будет отвечать? Перед всеми. Перед всеми. А как он будет отвечать? Все, у него спрашивали будут? Ну, как он будет отвечать? то есть на самом деле это не такая простая задача не такая простая задача ответственность означает на самом деле что общество реагирует на поступки людей так не в том смысле что он будет спрашивать или допрашивать она среагирует на действие человека или осудит его ли одобрит правильно или поступок осудит или поступок признает положительного одобрит или одни людей одобрят а другие осудят почему потому что в классовом обществе сколько существует на рабственности 1 или 2 2 откуда много потому что эксплуатируемые эксплуататоры а есть средние представители мелкой буразии им кажется что их много почему много потому что они посредине и там и не там и не там это мы там какая позиция мелко буразии каши образные то в папа то не в папа то в папа то не в папа а последовательная позиция она такая стройная. Уж если осуждать, так осуждать. Если хвалить, так хвалить. Если уж Бронича хвалить, то и Дерипаску надо хвалить, то и Лисина, то и других. И вот люди, которые взятки берут, они принципиальные. Они сказали, что на первом месте у них личные интересы. Даже если они попали на государственную службу, они все равно личные интересы выше всех ставят остальных. Ну, это принципиально же. А тот холестался, что он выше всех ставит личные интересы, как у нас сейчас провозглашено. А пришел на госслужбу и кого-то испугался и стал служить там кому-то, кто что сказал. А надо подумать о чем? О себе надо подумать. О личных интересах. Вот. То есть вопрос нравственности. Вот он такой. Это вопрос тоже классовой борьбы. Только в какой сфере? В сфере общественного сознания, в сфере общественного поведения. Правильно? Одни одну позицию занимают, другие другую позицию занимают. Одни осуждают, одни и те же поступки, а другие и те же поступки восхваляют или одобряют. И поэтому, скажем, такая позиция, что есть некая одна нравственность, она, конечно, что есть просто абстрактная нравственность, ее, конечно, нельзя принять. В связи с этим встает такой вопрос. А что такое совесть? Кто-нибудь знает? Слышали такое слово? Совесть? Вот у вас совесть есть? Да. Откуда вы знаете, если вы не знаете, что такое совесть? Я вам сейчас скажу. Скажите, пожалуйста. У меня компьютер есть, вы чувствуете? У вас компьютер в голове или на столе? Здесь. Ну, давайте совесть. Соль – это какие-то муранские условия, ответственность и мораль, которых я следую. Вы следуете? А? Какие? Примерно? Какие-то нравственные условия, да? Ну, разные. Разные у вас, разные. Понятно. То есть совесть вам никогда не мешает. Что бы вы ни делали. Ну, какие-то, вы сказали, какие-то? Хорошие. А, хорошие. А у вас все хорошие? Все. Хорошо, вам хорошо. Какие бы ни были, все хорошие. Ну, я должен честно сознаться, что, в принципе, вы правы. В принципе, вы правы. Жалко мне, конечно, созноваться, но... Иначе меня совесть замучает преподавательская. Значит, в принципе, вы правы, но чем отличаются, вот, скажем, гениальные люди от нас, простых смертных, тем, что они дают их гениальное определение. Вот у Гегеля написано «Совесть есть внутренний нравственный закон». Это, я думаю, вам понравится. Можете записать на скрижале там. Да, «Совесть есть внутренний нравственный закон». Вот вы сделаете что-нибудь нехорошее. И что с вами будет «Совесть» делать? «Совесть будет, зачем вы это сделали?» «Надо было не так сделать». Вот, уйдете сегодня после дирекции, будете, «Зачем вы так отвечали, Михаил Васильевич?» «Надо было не так отвечать. Совесть будет вырызть». Совесть будет вырызть. А вы говорите, а другая часть вашей советы говорит, «Да нормально, я отвечал, всё хорошо». Правильно? Ну, то есть, у вас там целый суд будет состоится. Совесть сама-самой будет беседовать и выяснять, как я поступала, что я делала, что не делала, и правильно ли я делала. Ну, вот, «Совесть есть внутренний нравственный закон». То есть, когда это внутренний нравственный закон, можно называть это, вот, как сказать, внутренней нравственностью, некоторые называют моралью, вот вы так и называли, вы сказали, внутренние моральные нормы, да? Вот, то есть, вы уже как бы не нуждаетесь в осуждении со всех других, вы сами себя осуждаете, другие вообще знать не знают, что вы натворили, а вы себя уже осуждаете. А если от них вообще скрыли, но сами, всё равно совесть вас грызёт. И это правильно. И это правильно. Ну, и учитывая, что в обществе идёт классовая борьба, пока есть классы, то, разумеется, идёт и борьба различных нравственных законов или понимания того, что нравственно, что нет. Поэтому в этих вопросах не может быть единого мерила. С одной точки зрения одно хорошо, а с другой точки зрения, с точки зрения другого класса, это прямо противоположно первому. вот это мы должны с вами усвоить. Ну вот теперь я хочу вас немножко проиллюстрировать это фактами современной экономики и современной действительности. Вот сейчас. Вы, наверное, знаете, что есть такое понятие, как индексация. Что такое индексация? На первый взгляд, она пропагандируется везде, выставляется на первый план, причём пропагандируют и прямые представители господствующего класса и те люди, которые считают себя защитниками трудящихся. В чём стоит индексация? В том, чтобы вернуть доход, который был получен работникам, на прежний уровень. Так? А как его вернуть? Если у вас повышены цены на продукты, то реальное содержание доходов сократилось, и, значит, по истечению известного времени, годового периода, нужно посчитать, насколько сократилось реальное содержание заработной платы и вернуть зарплату или другие доходы на тот уровень, который был до начала этого периода. Скажем, если в декабре обнаруживается, что инфляция 12%, то надо с 1 января поднять зарплату и все доходы на 12% именно с 1 января. Правильно? Ну, как бы, ну что, вот была инфляция, она отъела, отгрызла у вас, совесть медленно грызёт, а это быстро, инфляция. Вот она отгрызла, у вас столько денег. Возвращаем назад. Вернули ли вам деньги тем самым? Нет. Потому что у вас зарплата уменьшалась, реальное содержание зарплаты, реальное содержание доходов уменьшалось, 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 а вам вернули не ту величину, которую забрали, а просто уровень зарплаты, такой же, как с 1 января прошлого года. Правильно? И всё. То есть у вас забрали часть доходов в чью пользу? Вот в пользу тех, кого там защищали тут со своей вот колокольни. Они же не куда-нибудь растворились, они теперь где-то ведь осели в чьих-то капиталах, правильно? Вот. Или в чьих-то доходах. Значит, вот эти деньги безвозвратно потеряны. Но зато, вам говорят, зато у вас по-прежнему всё. Во-первых, имеет место такое у нас, что всем вернули, товарищам, 1 января трудящимся? Вернули? Нет? Нет. Пенсионерам вернули? Нет. Пенсионерам говорят, мы вам же на 4% повысим пенсию в порядке индексации. Это индексация? Нет. Индексация должна быть на сколько забрали, столько отдайте. И с 1 января, а не с какого там времени. Так с 1 января должно быть тогда уже. Так, стипендию. Ну, если цены выросли, значит, реальное содержание стипендий, как сохранить? Значит, надо на 12% поднять? Я правильно рассуждаю? С точки зрения индексации. А мы посмотрим, что написано в Трудовом кодексе. В Трудовом кодексе в статье 130 написано «Государство гарантирует обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы». Дальше. Статья 134 называется так «Обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы». И в этой статье говорится, что она включает в себя индексацию. Ну, само собой. Если уж повышает реальное содержание, уж всяко надо на большую величину поднять, чем только до прежнего уровня дойти. Ну, и это делается. Так это хорошо или нехорошо с точки зрения ненравственности. С точки зрения той нравственности, которая господствует в современном российском обществе. Это осуждается? Что нет индексации? Ну, вот мы наблюдаем, что не особенно это и обсуждается. Много написано статей, выступлений по телевизору, по радио, где бы говорилось, что я-яй, как нехорошо, отняли ей их блага, понизили их жизненный уровень. И даже не только уж мы не говорим об этой куске, хотя кусок надо бы и вернуть этот, правда? Вот, который потерян. И начать, как говорится, с новой строки, с новой страницы. Нет, об этом даже и речи нет. Но это то, что вот на поверхности явлений то, что видно невооруженным глазом. А теперь вооруженным глазом. Давайте посмотрим. К чему сводится индексация? Вернуть жизненный уровень на тот уровень, который был год назад. И так каждый год. Это что значит? Если каждый год так делать, и это не делается, но если каждый год так делать, то, следовательно, жизненный уровень трудящегося класса должен застыть и стать неподвижным. Ну, каким неподвижным? Не совсем неподвижным. Он должен падать, потом опять на этот же уровень восстанавливаться. Падать и снова восстанавливаться. Падать и снова восстанавливаться. И так все время. То есть ни эти трудящиеся, ни дети, ни дети их детей никогда из нищеты не должны выбраться. Так? Получается. А давайте вторую часть рассмотрим. А что со второй частью, которая называется прибыль? Первичная. А потом распределяется дальше. Прибыль. Производительность сюда растет? Растет. Значит, объемы производства растут? Растут. Значит, если эта часть неподвижная, постоянная, а общая, сумма благ растет, то, значит, вторая часть постоянно растет. Значит, отношение прибыли к заработной плате в реальном выражении изменяется? Изменяется. В чью пользу? В пользу прибыли. Как это на языке научном называется? Повышение нормы эксплуатации. То есть что такое индексация? Индексация это требование индексации это требование обеспечения повышения нормы эксплуатации трудящихся постоянного. Надо сказать, что вот граждане, которые себя считают защитниками интересов трудящихся, считают, вносят даже целые законы в обязательность индексации. Вот, например, депутат от РКРП товарищ Степанов внес законодательное собрание Карелии, законодательное собрание Карелии проголосовало, внесло в Думу, в Думе все фракции поддержали, кроме фракции Единая Россия, и развернулась как бы целая борьба, хотя на самом деле эта борьба подрывает какие-то устои современного эксплуататорского общества? Нет. Почему? Потому что она гарантирует в случае победы этой борьбы рост эксплуатации трудящих. Рост эксплуатации. Хотя на поверхности это не видно. Во-вторых, с точки зрения нравственной, с точки зрения нравственной, давайте оценим. Значит, что же получается? Вот у нас идут разговоры про научно-технический прогресс, про внедрение достижений науки в производство, про то, что плоды науки, техники и образования будут все больше и больше распространяться. Выходит, что все эти плоды достаются только одной части общества, а другой части общества мы вам обеспечим индексацию. То есть, что мы вам обеспечим? Что вы никогда за рамки того уровня, который неизвестно как сложился и когда, никогда не выйдете ни вы, ни ваши дети, ни ваши внуки, никогда. Как это с точки зрения трудящихся? Это нравственно или не нравственно? Не нравственно. А с точки зрения, если я получаю прибыль, если победит другая точка зрения, так я уже такую прибыль уже не получу, а с точки зрения правящего класса, который живет на прибыль, я считаю, это нравственно. Вот вы как считаете нравственно это? Ну, вы как всегда сомневаетесь, как представитель среднего класса? Понятно. Ваша позиция ясна. А если я вам среднюю оценку поставлю? Успеть. А? Нет, среднюю не надо. Не надо. Ну, это я тоже, я чувствую, как бы я ни расстроился тоже на такой лад. А я-то представляю господствующий класс, имейте в виду. Я вам посвятил. У нас же государство не посвятил. Государство, это есть. Директор, видели, приходил? Очень честно. Но он не к вам приходил, он смотрел, кто не приходил. – Да, 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 да. – Да, да, да. Так. Ну вот, это вот такой неочевидный факт, но очень актуальный для нашего времени. Или вот общественное мнение рассказывает нам, что, дескать, вот, надо, затраты растут на ЖКХ, и поэтому надо повышать тарифы на ЖКХ. Это нравственно? Тут же не говорится, что вот закон, там, премиум. Нет. Вот тарифы растут на ЖКХ. Это нравственно? Вам как это объясняют? – Очень просто. На все выросли затраты. Ну, раз выросли затраты, так, соответственно, и тарифы надо повысить. А мы тут ни при чем. Затраты встали больше. Это же, вы же понимаете, если затраты стали больше, так надо же и брать больше. Давайте посмотрим. А скажите, пожалуйста, товарищи историки, с развитием производительных сил, с совершенствованием орудий производства, что происходит с производительностью труда? Растет? Растет. Всегда? Практически да. Да? Ну, раз она растет, а что происходит с затратами на единицу продукции уменьшается. Ну, если единица продукции уменьшается, то, значит, люди, которые нам рассказывают, что затраты на ЖКХ, на то, на сё увеличиваются, нас обманывают или правду говорят? что? Ну, давайте как-то решим эту моральную проблему нравственную. Обманывают те люди? Если на самом деле затраты-то падают, это что, закон буржуазный или феодальный, или он общесоциологический? Вот как историки, вы, наверное, знаете, начали с каменных орудий, железный был век, бронзовый, потом машины появились, да? И всё больше и больше и больше совершенствовались орудия. То есть, соответственно, всё меньше и меньше затрат было на единицу продукции. Ну, или если брать вот прямо грубо, не особенно забивая себе голову подсчётами, вы, наверное, представляете, что объёмы производства растут в любой стране, а численность непосредственно материально производительным трудом занятых людей сокращается. То есть, на одного работника материального производства всё больше получается продуктов. А рабочий день не увеличивается, как правило. Значит, получается, что количество часов труда в единице продукта всё меньше, меньше и меньше. И тут приходят люди, все в белом и рассказывают вам, что затраты растут. Ничего не поделаешь, надо вам. То есть, мало того, что вам цены, так сказать, увеличивать, то ещё надо, так сказать, на ножеках отарифы поднять. Вот с точки зрения извлечения прибыли, получения, изъятия доходов у трудящихся, это хорошо? как? Вы встанете на точку зрения настоящих буржуа. Что же? Хорошо, конечно, нам же будет больше денег. От вас уйдёт, к нам придут. Не так, я рассуждаю? Если со всех студентов, которые здесь присутствуют, порублю снять и отдать мне. Как вот будет? Хорошо же мне будет? А вам, ну, не так уж и плохо. Подумаешь, там по рублю. Вас же много. Да? А когда расходы должны быть постромленным, тогда это нормально, а когда не расходы, то почему? Мы с вами только что занимались обоснованием. Вы не заметили? Мы только что с вами занимались обоснованием, что с ростом производительности труда затраты труда на единицу продукции сокращаются. Поэтому тот, кто говорит, что они увеличатся, лжёт. А он сейчас умер для ацены. Что? Мы говорили с вами о затратах труда. Дорогой товарищ, при чём тут инфляция? Труда всё меньше затрачивается, а с вас хотят взять всё больше денег. А что, инфляцию делать хорошо? Вы думаете, откуда она взялась? Вот инфляция. Как вы думаете, это придумка или это стихийное бедствие? Придумка. Придумка. Чья? Господь и Господь и Господь. Конкретно фамилию. Не знаете? А я скажу. Вам помогу. Значит, как известно, капитализм свободной конкуренции постоянно проходил через кризисы циклические. Так? Эти циклические кризисы сотрясали постоянно капиталистический мир вплоть до середины 30-х, до начала 30-х годов 20-го столетия. И был мировой кризис в 29-30-м году, который настолько всё потряс, что от лица буржуазно-экономической науки выступил известный английский экономист лорд Джон Мейнард Кейнс. И этот лорд Джон Мейнард Кейнс, которого и Ленин цитировал ещё в империализме как высшая стадия, известный экономист, написал, что надо переходить, если мы, надо признать, что капитализм свободной конкуренции чреват кризисами, согласиться с Марксом раз. И второе, что нужно ввести государственное регулирование, норму процента, общественные работы, и хватит бодаться на предприятиях один капиталист со своими рабочими. Надо просто повышать цены и тем самым изобразить это стихийное бедствие и забирать доходы у трудящихся таким образом, чтобы это было как бы естественным процессом. И это мера государственного регулирования, которую предложил идеолог, буржуазии, экономист зон Мэгнерд Кейнс. Кейнсианская мера, мера кейнсианского регулирования. Поэтому, если я капиталист, я, во-первых, в связи с ростом производительности труда, вот эту прибавку прибыли, раз у вас затраты меньше труда, то теперь у меня прибыль должна, если вы у меня работаете, должна вырасти за счет этого. Раз. Так? Только за счет того, что вырос, что затраты сократились. Поэтому вот я получу уже доход. Чистая прибавка дохода. А еще с вас еще вот столько взять. А почему я могу с вас это взять? А потому, что мне надо. Потому что я монополист. Потому что в монопольном хозяйстве уже не конкуренция решает вопрос. А если какая конкуренция? Я уже всех передушил конкурентов. Вот они конкурируют. Сейчас у меня все работают на службе. Поэтому я могу совершенно спокойно с вас еще взять. А могу еще больше взять. Потому что куда вы сунетесь? Куда вы пойдете? Судиться вы? Я уже вам объяснял. Не надо ходить судиться. Все по закону у меня. Я имею право повысить или нет? На мою продукцию. Вот недавно тут такой скандал был. Взял один товарищ и взял и повысил очень капиталист. На очень нужное лекарство в несколько раз цену. Народ зашумел. Он говорит, а что вы шумите? Вы сами сделали свободные цены, отпустили. Я собственник, имею право. Я взял и поднял. И ничего мы не могли возразить. У нас же свободно можно устанавливать любую цену. Вы просто избаловались. Завтра придете в столовую, а там в 10 раз больше. И что будете делать? Походите, походите, придете обратно. Водичка еще у нас пока бесплатно из крана течет. Ну и сейчас обратите, еще горчицу можно прийти и поесть. Здесь нет, а вот в Библиотеке как Академиновке есть бесплатная горчица. Когда я был студентом, у нас был студенческий бутерброд, там хлеб был бесплатный, и горчица, и соль. Хлеб намажешь горчичкой, с солью посыпешь, очень даже вкусно. Это был коммунизм. И вот армянское радио и спрашивает, когда будем жить при коммунизме? Армянское радио отвечает, при коммунизме уже жили. То есть можем мы с вами констатировать, что тут имеет место большой обман трудящихся. Но если обманывают в моих интересах, это же хорошо. А если в ваших интересах меня обманывают, то же мне это нехорошо. Поэтому здесь как? С одной точки зрения это хорошо. Или вот приходит, вы, наверное, видите объявление, осмотрите, какие объявления вывешивают у подъездов. Вам нужно срочно установить счетчики на то, на сё, на это, на пятое, десятое, на газ, на перегаз. Одна волна прошла, что вам нужно установить везде на окнах решетки. Всех за решетку. И вот постепенно, по крайней мере, на первых этажах везде возникли решетки. Сколько? Это заводы закрывались, а индустрия изготовления решеток сильная была. Теперь, значит, была вторая волна. Везде заборы металлические. Видите, сейчас все огораживает. Огораживание идет. Два. Сколько народу этим занимается? Это надо кому-нибудь? Ну вот, надо тем, кто это дело от этого имеет доход. Дальше. Счетчики надо везде установить. Есть закон об энергосбережении. Можете его почитать. Там нет обязательства граждан устанавливать в себе счетчики. Вообще нет. Вот если вы идете покупать картошку на рынок, вы берете с собой весы? Ну, кто продает картошку, тот и держит весы. Правильно? Капусту кто продает, тот и держит весы. А если электричество продает, кто должен иметь в руках весы? Той счетчик. Кто? Ну, вы мне продаете электричество. Так вы считаете, сколько вы меня продали. Я тут при чем? Я платить буду. А вы считаете своим электросчетчиком. А вы мне газ продаете. Считайте, сколько вы мне продали. А вы мне что, воду продаете горячую? Считайте. Вы холодные? Считайте. Я тут при чем? Ну, я хочу, между прочим, сказать, что поскольку я-то это знаю, то я очень, так сказать, все эти бумажки выкидываю. И, наконец, нам прислали длинное письмо, что, уважаемые жильцы, такие-то, мы бесплатно вам установим счетчик на воду. И установили. Ну, если бесплатно люди приходят, что мы? Ну, как я могу уже дальше спорить? Я говорю, не могу. Но я взял и посчитал это. Что это означает в масштабах Ленинграда? В Ленинграде 5 миллионов человек. Это миллион семей по 5 человек. Значит, на каждую семью надо установить на все стояки горячей и холодной воды счетчики на каждый стояк. Чтобы это не пробежала вода мимо вас, мимо нас, мимо денег. Так, на газ. Еще будет 5 лет вы на этот счетчик, вы, наверное, не видели таких, я-то видел. Я уже в таком возрасте, что я видел счетчики, у нас вот такие висели газовые счетчики, и от них еще на некоторых домах остались такие четырехгранные, так сказать, вот пробки металлические. Но мы же страна, которая больше всех там в мире производит газы. Что нам считать? Бесплатный практически газ. Вот нам вот так хватает. Вы что, специально будете жечь газ? Зачем счетчик ставить? Подумайте сами. Если вы не поставите счетчик, что вы включите все и будете жечь? Или что, вы сумасшедшие, будете лить воду специально? у нас наоборот было. У нас считалось показателем, сколько потребляется воды. И мы все время отставали от Европы по потреблению. А у меня учился в университете маркетизма и ленизма на Фотоврическом дворце начальник главной водопроводной станции, такой юмористический. К нему приходят и говорят, вы должны что-то сделать. У нас низкие показатели Ленинграда по потреблению воды. Ну что, говорит, можно сделать так. Я могу поднять давление, трубы полопаются, и везде будет протекать и увеличится потребление. Смольным послушником это нам не подходит. Хорошо, говорит, тогда давайте такое объявление дадим. Участились заболевания дизентерии. Уезжая на дачу в пятницу, открывайте краны, пусть текут до понедельника. Течет вода. Нет, говорит, это нам тоже не подходит. И как-то так завяло это все. А тут вдруг озаботились. Вы представляете, у нас рядом озеро Ладожское. Это огромнейший резюар с пресной воды. Да это в Европе нет ничего, ничего даже рядом, больше ничего нету западной. Где вы что-нибудь найдете? Я уже не говорю там о Байкале. Это огромнейший резюар. У нас столько этой самой воды, и вот давайте будем ее считать. А вы считали, сколько эти счетчики обойдутся? Вот, значит, а я считал. Я посчитал, сколько стоит установить все счетчики, потому что газовые 15 тысяч, и каждые 5 лет вы будете снимать, снимать у вас снимут. А как поставить, вы набегаетесь. Вы, наверное, понимаете, что когда люди ушли, значит, кепки надели и ушли, а потом не приходят, и вы будете бегать, а газа нет у вас. Вот тогда будет экономия, вот будет экономия. Газ вообще не будет тратиться. И вот я посчитал, получается, если все взять, электросчетчики, счетчики на воду на всех царяках, на газ, получается где-то 50 тысяч. 50 тысяч. Сколько у нас семей? Миллион. Умножьте 50 тысяч на миллион. Кто первый, сосчитай. Чего я не слышу этого голоса? Ну, 50 тысяч умножить на миллион. Вот дают. Что? У вас средняя позиция, понятно. Сколько будет? 50 миллиардов. Молодец. Вот, он знает. Да вы понимаете, что за 50 миллиардов я вам такого напишу? Статьи будут в газетах, что нужно все считать. Статьи. Все обклеено будет за 50 миллиардов рублей. Да все ваши вот эти вот в домах, двери будут все обклеены. И вам в каждой будут пихать листки. Мне написано, срочно меняем все. Последние дни остаются, а потом следующая приходит команда. Снова. У нас первый этаж. И смотрим, люди гуляют. Надпись такая. Ленгаз. Ленгаза давно у нас уже нет. Разные какие-то о-о-о. Такие люди солидные, ходят, нам звонят, до свидания, проходи. Люди ищут себе работу. На работы, на заводах нету. Они умеют, они могут вам и счетчик поставить, и туда, и это присобачиваете, и то присобачиваете. Но нет работы. Это люди, естественно, дают фронт работ на 50 миллиардов рублей. Эти 50 миллиардов останется не тем, кто будет делать. Те, которые делают, им там сказали, что каждая установка 250 рублей за каждый счетчик. Вот они будут сдельно работать, бегать и щелкать, щелкать и делать. А эти огромные суммы уйдут в карманы какие. Ну туда же опять в прибыль. Вот оно. Ничего не надо строить, не надо космодромы, не надо заводы. А вот создайте общественное мнение, что надо ставить везде счетчики. И когда придете теперь в магазин, идите с безменом, со своими весами. Потому что, видимо, если так пошло дело, то, наверное, так скоро и будет. Да? До этого еще не дошли. Ну дошли же, например, додумались, что надо сделать страховые общества. Это морально или нравственно или безнравственно медицинские страховые общества? Вот у вас что-то вид такой, надо застраховать вас. Давайте деньги. За ваш вид. За что деньги заберут? За ваш вид. На страховые общества что-нибудь что делают? Это медики? А кто они? Какая цель страхового общества? Скажите, вот я хочу создать страховую общество. Какая цель? Не знаете, товарищи? Ведь надо читать Гражданский кодекс. Со мной написано, у нас создаются такие-то вот организации. Организационно-правовые формы. ООО. ОАО. Товарищество на вере. Командитное товарищество. Ну вот, какие-то такие формы выберите. Какая у них прибыль? Какая цель у них? Прибыль. Цель страхового общества? Прибыль. Прибыль. Значит, денежки вы задите. А можно сделать обязательное страхование? Давайте будем брать с вас. Отсюда вам уже скажут, вот я убеждаю, убеждаю, вы деньги не сдаёте. Надо сделать обязательное страхование. Вот и всё. В следующий раз приду, уже с вас прямо деньги идут. Мешок стоит уже, всё, я могу убрать. И дальше, что дальше? Ну, как вы думаете, куда идут эти деньги? Ну, во-первых, цель прибыль. Сначала прибыль отделяем. С неё, раз она цель, не в последнюю же очередь её брать. Отделяем прибыль. Так, там собрали, допустим, 15 миллионов, 5 миллионов прибыль, остаётся 10 миллионов. Теперь надо что сделать? Зарплату кому, в первую очередь, хорошую? Кому, кому? Если я руководитель страхового общества, подумайте сами. Что, вот я такое дело делаю для народа, и что я должен в неприличном виде, что ли, ходить? Да и дом у меня должен быть хороший, да и отдыхать я должен в других странах жарких. Короче говоря, зарплату. Вот у меня есть студент был такой, Беляев, Александр Николаевич, который был председателем Петросовета в 90-х годах. Я его потом встретил как-то у гостиного двора. Я говорю, ну как дела? Он говорит, да я в страховом обществе. Ну, говорит, сколько получаешь? Да вот 20 тысяч долларов в месяц. Так, конечно, я на него с одной стороны свысока посмотрел, как профессор, на бывшего студента, а с другой стороны он на меня посмотрел свысока, потому что у него 20 тысяч долларов, а у меня 30 тысяч зарплата. Рублей. Значит, получили в страховом обществе зарплаты. А дальше остались деньги? Остались ничего, деньги. Что с ними делать? Не вздумайте все забрать. Надо дать врачам. Ну, все, не надо врачам отдавать. Надо, чтобы хоть что-то дошло до пациентов. Правильно? Ну, хоть что-то. Ну, чтобы видно было, что есть страховая медицина у нас. Вот я все задумываюсь, как вот не додумались наши сделать страховое образование. Представляете? Создаются страховые общества. Из страхового общества поступают все деньги, которые на образование. Ну, а сначала все это вот обеспечивается прибыль страхового общества, потом зарплаты тех, кто сидит в страховом обществе, потом вузом, а в вузах преподавателем. А что, останется на стипендию? Тогда бы вам не 1480 было, а 5 рублей. И было бы хорошо не всем. А кому-то было бы и хорошо. Вот это надо и понять. Вот и не забывать о том, что бывает так, что одним хорошо, а другим как раз это может быть и плохо. Поэтому никакой единой рабственности и единой морали быть не может. И собственность, и совесть тоже разная. Вот у Чубайса собственность такая. То, что для народа плохо, а для Чубайса хорошо. Поэтому вы хотите к его совести вызывать, это бесполезно. Она у него внутри такая уже. Поэтому, а у народа другая совесть, поэтому народ называет злых собак в деревнях Чубайсами. Так, спасибо за внимание. Так, у нас перерыв 10 минут, да? Пожалуйста. Субтитры сделал DimaTorzok